Доброе утро всем вам! Меня зовут Илья Макаров. Сегодня в нашей студии уже весь в главной роли замечательный театральный мастер, человек-фейерверк, человек-праздник и человек-загадка, Роман Виктюк. Здрасте. Здрасте, здрасте. Доброе утро, Роман Виктюк. Доброе, доброе. Вы думаете, будет доброе? Оно уже доброе. Уже. Вы здесь, утро доброе. И сразу свет. Спасибо. Говоря о добром, я вспоминаю вашу фразу. О том, что настоящий режиссер, за какую бы постановку, за какую бы пьесу он не брался, он никогда не забудет об одной маленькой детали, о своем возрасте. Этому режиссеру должно быть не больше 19 лет. Просто только 19 лет. И всегда 19. И последний спектакль, сон Гафта, пересказанный моим покорнейшим гостем, это не исключение. Тоже 19 лет? Совершенно. И всем, и Филипенко 19, и Гафту 19, и не может быть меньше. Потому что, знаешь, я думаю, что вот дети, которые обладают наивом, это как раз то, что сегодня так стремительно уходит, исчезает, исчезает, и почти никому в этом нет никакой нужды. Потому что написанный сон – это стихи ребенка. Там нет претензий на то, что он поэт, что это какой-то великий текст. Нет. Вот так спонтанно, как ему ночью снится, он тут же просыпается, звонит мне и говорит, а сегодня вот был такой и такой шифр. И он его моментально читает. Я или кричу «гений», или кричу «забудем этот шифр». И тут же утром уже приходит Саша Филипенко, который как фильтр кричит, нет, это для взрослого театра, для нашего не подходит. Дети не воспринимают без ощущения первоохранности мира. Тот же Филипенко похудел раза в, не знаю, в полтора, наверное. Отчего? Я должен сказать, что правда в этом, что мы были, и в этом есть какой-то знаменательный такой акт свыше, от нас независящий. В Доме литераторов был вечер памяти Михаила Санча Ульянова. Я с Ульяновым делал спектакль, в котором он играл Сталина «Уроки мастера». Играл он грандиозно. Играл и Филипенко, петербургского тогда начальника, который все писал против Зощенко и Ахматовой. Жданов, конечно. И вот я на сцене рассказываю об этом спектакле, зал прекрасно слушает, и действительно Михаил Саныч играл потрясающе. После меня идет Филипенко и рассказывает опять об этом же спектакле, о Михаиле Саныче. Потом нас встречает Гафт и говорит, «А вот теперь вы сядьте около меня». И выходят другие артисты, Юлечка Борисова, писатели. Там мы слышим, что говорят о Михаиле Саныче. И в это время он нам 45 минут читает поэтические свои строки о том сне, который ему приснился. Он заканчивает последние буквы и без паузы говорит, «Так вот ты будешь ставить, а ты будешь играть». Я говорю, «Да». Завтра мы назначаем репетицию. В три часа у тебя дома. Он говорит «Да». И мы на следующий же день начали вот этот сумасшедший детский бег. Но ребенок никогда не говорит миру «нет». Он всегда говорит «Да». А без наива не может быть, как мне сегодня кажется, вот мистериального начала в театре. До словесного. До того, когда появилась как бы светская литература, светское искусство. А когда есть вот эта первородность взгляда. Роман Григорьевич, но ребенок, он безответственен. Когда он играет, его не держат никакие канаты, сексуальные и так далее. Никакие. Значит ли это, что идя на премьеру собственного спектакля, вы совершенно раскованы? Совершенно. Это не Голгофа для вас? Нет. Это праздник? Это радость. Потому что если в репетициях нет этой радости, то и в спектакле будет что-то на то, что все фальшивое, все придуманное. И самое страшное, что это будет бесэмоциональное. Это будут какие-то хитрости ума или какие-то интеллектуальные пустые построения или холодного ума воображения. Это все то, от чего тошнит. И сегодня, я думаю, мы пришли в тот период, когда необходимо опять начинать с детского восприятия мира. Это не значит безответственного. Это значит, что есть проверка на то, что ребенок впитал в себя, с чем он сегодня, с каким светом, это безумно важно, не с какой темнотой, а с каким светом, он сегодня выходит на площадку. А тем более такая тема, как Иосиф Виссарионович и тот период. Вы помните эту изумительную, наверное, историю, достаточно известную, когда Сергей Островой, поэт, встречается со своими коллегами по цеху и говорит, что только что закончил цикл стихотворения о любви. Практически закрыл тему. Вот спектакль о Сталине, это трио, эта тема закрыта после, как вы считаете, вот такого высказывания. Вы хотели бы, чтобы... Нет, вы бы хотели... Так говорят. Так говорят. Я думаю, что это для нас не совсем правильно, потому что ребенок только должен радоваться, что он открыл ту дверь, сказочную дверь, дверь тайны, потому что Иосиф Виссарионович окутан тайной. И переступить эту тайну, это величайшая глупость. Но сказочка такого... Сказочка серьезная. Безумно подойти к ней и попытаться ощутить, что оттуда идет. Потому что даже вещи того периода, картины, на которых изображен он, а в спектакле их много, они подлинные, от них, от каждой вещи, идет в умолчании. Свой текст. Потому что эти картины, вторгаясь в сегодняшний день, они прошлое с собой несут. Это прошлое прорывает сегодняшнюю реальность и устремляется в будущее. Поэтому Иосиф Виссарионович может разговаривать с теми людьми, которых он не мог знать совершенно. Но энергия от сегодняшних людей там, по-видимому, ему доступна. И он ее воспринимает, культивирует и на землю отправляет или отторжение, или фантастический восторг. Вот это имеет колоссальное значение. В молчании, в построении этого спектакля гораздо больше, нежели в тех текстовых выбросах, шифрах, которые услышал Валентин во сне. Здесь, я думаю, здесь какая-то новая совершенно форма. Я клянусь, не знаю. Ее называют «Возрождение политического театра». Вы слышали, да, об этом? Мне кажется, вам бы это не очень хотелось. Нет. Почему? Потому что современник с этого и начинался. И Галина Борисовна Волча, как умнейший руководитель театра, она потрясающе ответственно и нежно отнеслась к этой работе. Вот если ее не было на репетиции, я кричал, а где Галюша? Зовите Галю, мне нельзя репетировать, потому что она настолько в молчании отправляла энергию любви, нежности и добра, она так хотела, чтобы что-то произошло. И когда... Представляю, как вот она опасалась. Нет, не в опасении дела. В восторге. Но она же отговаривала, Валентина Иосифовича, чтобы только не было настоящего, реального потуха появления Сталина. Вот чтобы этого не было. А никакого реального и нет. И слава богу. Потому что это была бы величайшая глупость. Но гений Валентина в том, что он без грима, без намеков на что-либо, как играют этого человека, он воспринимает то, что в его душе, в чем проявление внутренних варений. Ведь же самое интересное, когда долго он молчит, и передать процесс того, что происходит в сознании, в подключении Иосифа Виссарионовича, к тем потусторонним силам, у него была эта способность, и к подземным силам, и как в нем происходит это борение, и какое он принимает на глазах у зрителей решение. Это самое интересное. Вот этот процесс Валя играет феноменально. Когда идет процесс репетиции, конкретного спектакля, для вас окружающая жизнь существует, или все опосредованно, все работает только на конкретное дело. Но если ты вспомнишь себя, и когда ребенок играет, какое ему дело, что за стенами? В эту секунду есть только та реальность, которую он создает. Сегодня вы играете в режиссера, но еще здравствуют, и замечательно себя чувствуют очевидцы, воздыхательницы, которые помнят Златокудрова Ромео. В своих спектаклях вы вот сегодня могли бы принимать участие как актер, или это абсолютный нонсенс? Вы задали очень хитрый вопрос, понимаете, потому что, ну там меня приглашали и в кино, и я снимался в Ленинграде у Лапушанского. И Кирилл Серебренников мне рассказывал? Да, и у него я играл. Это тоже было очень забавно, потому что он был на спектаклях и знает меня, я знаю его, и когда только камеру он настроил, и даже текста мне не дали. Коля Добрейнин, мой уважаемый, любимый артист, сидит со мной, как вы, и Кирилл командует, что мотор пошел. Я говорю, а кого я? Он говорит, пророка. Человека, который... Я моментально во мне что-то срабатывает, я говорю, ой, где мои очки? Одни, вторые, третьи. И я каждый раз в кадре менял, а что я говорил не имело даже значения, потому что я предчувствовал то, что будет в будущем. Но это уже такие... Да, это имел. И все-таки. Я бы, конечно, согласился, но, конечно, может быть, не Ромео в 17, в 19. Мы как раз и репетируем Ромео и Джульетта у нас в театре. Поэтому я каждый день Ромео, когда я с ними репетирую, то, конечно, безумие. Нет, и Лоренцо гораздо легче, гораздо легче. Но сложнее, конечно, их всех объединить, чтобы в том пространстве сцены была формула. Формула любви. Любовь – это вопрос. В спектакле о Сталине у нас формула Россия Р-О-С-С-И-Я. Две черточки, и каждый должен дать свой на это ответ. Это самое интересное. И если нет этой энергетики пространства, которая втягивает так, что человек на эти два часа, а Иосиф Варенович говорит, что за два часа пройдет его эпоха. И его эпоха должна пронизывать сегодняшний день. И тогда отсюда будет вывод, что он принял, что он не принял. Я думаю, что это не только политическая сторона выражена в нашем спектакле. Я думаю, что все-таки самое главное это движение души, загадка души, тайна души. Но этот аспект для вас, конечно, прежде всего. Это самое интересное. Душевные протуберанцы. Это самое интересное. Понимаете, и когда есть и у артиста, и у человека есть вот эта связь с потусторонним миром, с миром, который над нами. А в мистерии, в этом дословесном определении как бы существования человека в мире, это самое интересное. Это так обнажает, это так завораживает, это такое колдовство. И когда Гафт молчит, ну клянусь вам, можно... Вот люди плачут, некоторые только делают в зале, понимаете, потому что, ну что-то от него такой магнетизм исходит, что я понимаю, что в эту секунду где-то там летает душа «Современник». «Современник» у вас давняя, очень добрая история. Я вспоминаю вот с такими просто, я не знаю, мурашечками те ощущения, которые я испытал квартиры Коломбины. Да, и Стена Галина. Нет, но мы все-таки мы работали, и мелкий бес. Нет, нет, я их всех обожаю, потому что это вот я пришел как домой, а тем более, что и Филипенко, и Валя Гафт, я их и снимал и на телевидении, Гафт феноменально играл в «Игроках Гоголя», рядом с великими артистами, лучшей десяткой наших артистов советских, это и Калягин, и Терехова, и Марков, и Гафт, это было феноменально. Вот сейчас, когда показывают, а уже 20 лет прошло, и когда в одной из книг о Гафте написано, что это его самая великая работа по постижению Гоголя. Это потрясающе. Мы должны сказать спасибо еще одному человеку, имеющему непосредственное отношение к режиссуре, это Ната Михайловна. Конечно, Половко во Львове. Конечно, это львовский, удивительный, удивительный. Если бы не ее совет, то, может быть, вы в кинематографе оставили завет. Да, да, потому что Тамара Федоровна Макарова, которая ко мне отнеслась фантастически, и я когда вошел, а мне еще не было 17, и я ее увидел, я видел молодую гвардию, и я закричал, мама, мама, и бросился к ней, и стал ее просто целовать, как Олег Кашевой. И она без перехода говорит, сынок мой, и я начал говорить монолог Олега Кашевого о руках. Это знаменитый фадеевский текст, может быть, один из лучших в этой книжке, потому что он был от сердца, и она закричала, иди завтра писать сочинение. Я говорю, а у меня нет шпаргалок. Она говорит, не волнуйся, я к тебе приду и положу тебе на стол то, что нужно писать из книжки, которая годится для того педагога, который будет принимать экзамен. И она действительно пришла. Должностное преступление совершила. Ну, это святое преступление. Конечно, конечно. Она когда вошла, то у нее вот здесь в кармашке были листочки, сложенные из книжки. Она так учителю улыбалась, а сюда мы положили, и говорит, переписывай и не меняй ничего. Не надо твоих отступлений. И пошла опять говорить с учителем. И вот я прошло уже какое-то время, и меня приняли и в ГИТИС, и еще там куда-то, и я на Тьмихаловне во Львов, посылаю телеграмму. Ната Михайловна, куда и ты? У кино, че в театр? Она присылает ответ. Кино, це халтура, иди в театр. И уже я в ГИТИСе, где-то через год по Собиновскому переулку едет машина. Останавливается. За рулем сидит Герасимов, рядом сидит Тамар Федорович. И вопрос, конечно, вам задают. И она спрашивает, куда ты делся? Я тебя так долго ждала. А я говорю, Тамара Федоровна, простите, потому что Надь Михайловна написала, что кино халтура, а театр – это то, что есть истина. она повернулась в Герасимову и говорит, ты слышишь? Пауза. Потом говорит, а может быть, он и прав. Так что Тамара Федоровна, это был святой человек. Я навсегда запомнил эти лучистые глаза. Они все со мной. Все те, кто вот как бы поддерживает и свет, и крылья. Я даже не знаю. Вот когда нехорошо, я всегда их вспоминаю, у меня дома висят все их фотографии. Я всегда прохожу каждый день. Утро начинается с того, что я здороваюсь с душами этих людей. Между прочим, отличное, отличное начало для дня. Замечательное. Самое уникальное. Самое правильное. Благодарное. Да. И вы знаете, Ильяночек, что каждый раз у них меняются выражения глаз. И энергия каждый день в зависимости от того, что мне предстоит. Они или оберегают, или напутствуют, или желают прекрасного, счастливого пути. Это удивительно прекрасно. Поэтому я и говорю, что в спектакле вещи в молчании говорят. И они имеют свое право на существование. А когда артист слышит их как бы речь, это грандиозно. Тогда ничего нет случайного. А мы с вами поговорим, когда у вас будет следующая премьера. Следующая Ромео и Джульетта Шекспир. Я хочу вас видеть в главной роли в нашей студии. И, может быть, мы так вот затронем такую очень интересную тему для меня. Разговор с Александром Вампиловым, например, недалеко от современника. Но это уже в следующий раз. Договорились? Это диалог, монолог был уникальный. И я первый в России ставил его две пьесы. Первый. благоточие. Я кланяюсь нашим зрителям и говорю, что сегодня у нас утро началось с замечательным неповторимым романом Виктюбовым. Спасибо большое. Спасибо вам и вы прекрасно слушаетесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.